Ее имя означает светлое, молодое или новое солнце. На Молдову ее голос и талант пролили немало света. И сегодня этим светом она поделится вместе с нами. Сегодня свой день рождения празднует народная артистка Республики Молдова Нелли Чабану. И сегодня она у нас в гостях. Нелли, от всей души поздравляем тебя с таким потрясающим праздником. И мы безумно счастливы, что ты свой день рождения начинаешь у нас в студии. Спасибо, Анечка. Как всегда, рада тебя приветствовать, тем более, что ты мне всегда нравилась. И каждые наши встречи, вот действительно, я просто радовалась от души каждой встречи. Поэтому не знаю почему, но у меня такое ощущение, как будто я сейчас в студии Юлии Меньшовой. Вот такой вот голос, вот твой голос мне напомнил. И у меня сразу ощущение, как будто я вот сейчас нахожусь вот там в Москве. И так красиво, голос. И красиво так начало. Спасибо еще раз за приглашение. Ну и сегодняшнему программу я буду вести, да, не одну. Я сбавлю немного вашей посиделки наедине, скажем так, со всеми. Мы поздравляем вас с днем рождения, искренне, всегда рады вас видеть. И дай вам Бог здоровья и сил. Спасибо огромное. Потому что вы нам, ну прям очень нужны. Прям очень нужны. Спасибо, ребята, огромное. Вы, как всегда, молодцы, как всегда, знаете, как приветствовать своих гостей. Чему я, безусловно, благодарна вам. Спасибо. Мы вообще думали, гадали, а цветов, наверное, в твоей жизни было немало, да? Это мои любимые, кстати, хризантемы. Правда? Сережа, ты угадал. Да. Но я же осенняя, поэтому я осенние цветы люблю. Я вообще обожаю запах хризантем. Любых, абсолютно любых. Я безумно... И запах этот цветок держится очень долго. Я их чувствую, причем с большого расстояния. Вы, если что, кладите их на стол, может быть, только, да, чтобы вам было удобнее беседовать. Ну, на самом деле, продолжим немножечко там удивлять, да? Вот ты не знала, что твоя имя означает светлое, молодое или новое солнце. Супер. А еще другой момент, 28 октября, да? Вот какой сильный, мощный день в истории. Ну, во-первых, день независимости Чехии. Так, Христофор Колуба открыл Кубу именно в этот день. Так что вы с Кубой, понимаете, тоже день... То есть, Куба, дальше. Фирма Кодек, день рождения цветной фотографии тоже приходится на день 28 октября. Ну, и официально утвержден флаг Израиля. Так что день международный и очень такие разные интересные культовые события. И уже не будем говорить о тех великих, больших артистах, которые родились в один день со мной. Это и Джулия Робертс, это и Рома Зотти. Я знаю, что есть несколько артистов российских, тоже в этот же день рожденные. Поэтому, ну, дай Бог, чтобы этот день нам принес счастье, всем удачу и, конечно, здоровье. Как-то по-особенному ты привыкла праздновать свой день рождения, либо это каждый раз какая-то импровизация твоих родных и близких? Это каждый раз импровизация, потому что я до последнего не люблю, я не жду, и мне ничего не хочется в этот день, мне просто хочется поспать немножечко, это поздно, да? Но так как вы люди в телевидении... Каждый раз вы меня тянете, вытягиваете, можно сказать. Но я же не зря сказал, что вы нам очень нужны, мы вас очень любим. Спасибо, ребята. Но сегодня я с вами, поэтому еще раз доброе утро всем, доброе утро, солнышко, доброе утро, хороший день. А чем наполнены дни на Ильич Банну сегодня? Да, вот неделя от недели, школа, работа, семья, дом, спорт, изучение чего-то нового? Ты же, Сережа, сам назвал все, в принципе. Я, несмотря на то, что я артистка, я такая же... Народная. Народная. Я такая же женщина. Во-первых, я жена, потом я мама, я хозяйка в своем доме, и вот от этого и, в принципе, все. А вы хозяйка в своем доме? Все в доме на Ильич Банну складывается по ею созданным законам? Ни в коем случае. Жена всегда за мужем. Поэтому, что бы ни случилось у нас в доме, все время мы советуемся вдвоем. Когда надо, мы привлекаем туда еще и нашу дочь. Поэтому идет домашний совет, семейный совет, да, там, где включены все члены нашей семьи. Поэтому для меня всегда очень важно мнение моего мужа. Во-первых, он старше, он умнее и мудрее меня. Во-вторых, безусловно, ну как быть женатыми, а почему-то берет... На себя все один. На себя все один человек. Нет. Безусловно, это такие же житейские приемы, как у всех остальных. А когда дело касается творчества, да, творческой деятельности народной артистки Молдовы Нели Чабану, когда решается, какую следующую песню она исполнит и запишет, когда решается, какой видеоклип она снимет, это также решается на семейном совете? Нет. Мой супруг юрист. Он не заканчивал музыкальное училище, консерваторию и так далее, и так далее. Но его мнение тоже, мнение его тоже важное, потому что... Это голос народа, получается так. Нет, у него дома достояние республики, поэтому он бережно относится. Ну, конечно, я шучу, я люблю быть скромнее, чем себя хвалить, но тем не менее, значит, мой супруг окончил юридическое образование, поэтому мне его мнение важно, почему? Человек со стороны может порой по-другому ощущать волнение, эмоции на другом уровне, да, вот, скажем, на любительском. Хотя, с тех пор, как мы вместе, он, безусловно, начал по-другому понимать наш музыкальный мир, наш музыкальный мир по-другому мыслит, по-другому все видит, и даже, может, все его советы еще и могут не помочь в этом плане. Я уже, как человек музыкальный, я уже с другой стороны смотрю на все это. То есть для меня важен музыкальный материал, да, я должна его в первую очередь прочувствовать его будущее, то есть будущее этой песни. Как я преподнесу зрителю своему, как я отдамся вот с такой в этой музыке, в этом тексте, что я скажу, как я себя буду вести, как я себя буду, как я буду работать с этой песней на сцене. То есть это немаловажные моменты, которые, в принципе, очень хорошо, когда человек интуитивно их заранее чувствует, да. Нель, хотелось бы задать вот такой вопрос. Народная артистка, вот при такой популярности сложно же даже в магазин сходить, правильно? Вот часто ли останавливают себя на улице, да? Нет, я свободно хожу. Я свободно. Во-первых, мой зритель, он всегда, я все время говорю, что мой зритель самый спокойный, самый культурный. Воспитанный. Воспитанный, потому что они, во-первых, со мной здороваются, улыбаются, я каждый раз и каждому я отвечаю с улыбкой. Взаимностью. Взаимностью, взаимно. Потом, ну на меня же не кидается никто. В магазин я люблю, честно признаюсь. В магазин я не хожу такая. В магазин мне нравится просто хвостик собрал, спортивный костюм одел, или что-то быстро под быструю руку, что попало, и пошел себе в магазин. Но я иду в магазин, как все люди. Ну да. Я не буду же 4 часа приводить себя в порядок. Но часто просим, смотрим, тренироваться. И пойти в магазин для того, чтобы я купила хлебушек, либо масло, или их фарш, или что-то там еще. Ну нет, ну не будем сходить с ума по этому поводу. Я очень реалистичный человек, я хожу ногами по земле, я не витаю в облаках. Те, которые меня знают прекрасно, уже годами знают, прекрасно понимают, о чем речь. Но, собственно, еще и поэтому вы народные. Да. Ну, может быть, и поэтому, потому что я всегда любила скромных. Почему-то мне скромные люди казались намного лучше, намного красивее, честно. Украшается скромность. Украшается полностью. Ну, вот, в принципе, у народа мы и узнавали. Любовь к тебе. Поэтому сегодня, прямо сейчас... Да. Да, потому что, действительно... Потому что наш народ выстрелился в очередь, для того, чтобы упознать. Лиля Чабану – это народная артистка Республики Молдова. И в данном случае слово или эпитет «народный» – это потому, что ее очень любят и знают в нашей стране, как и за пределами нашего государства. Мы вышли на улицы и решили попросить ваш народ поздравить вас с днем рождения. Давайте мы посмотрим на результат наших поисков прямо сейчас. Здоровья, счастья! И чтоб дети были у нее. Да. Много-много лет вперед. Чтобы счастье было. Много новых песен. Она мне очень нравится. Счастья, здоровья, любви, благополучия, везения в ее карьере. И все. Здоровье. Хочу, что могу. Здоровье и здоровье. Здоровье, здоровье и здоровье. Копица Анатоль Саева, борьба с вами бязком. Нелечка, будь здорова. Долгих лет тебе, долгой-долгой жизни. И на сцене. Чем больше, тем дальше. Желаю счастья, здоровья. Сто лет жизни. И чтоб она была умница и счастливенька. Вот и все. Дай Бог ей здоровья, сто лет жизни. Ну или ты обязана после этого быть здоровой. Спасибо всем, всем, всем огромное. И радовать наших людей своим творчеством. Я вообще очень человеколюбивый человек. Нет. Ты любишь людей. Люблю людей. Но есть другое слово. Не могу сейчас пока не... Не приходит на ум. Не приходит на ум. Меролюбивый. 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 Человеколюбие. Вот что-то вот. Я вообще люблю людей. И ведьма это передается нашим людям. Чувствует, наверное, это. Я вообще человек, который из-за красоты я могу поплакать. Я люблю безумно эту осень, которая... Столько в ней красок. И все эти краски во мне. Потому что каждый раз мои эмоции, которые бушуют в моей душе, вот они как будто переливаются в эти цвета осенние. Я безумно люблю... К хризантему, я уже сказала. Я люблю солнце. Я люблю природу. Я люблю воду. Вот эти две стихии, да? Дождь. Вода и природа. Они очень действуют на меня умиротворенно. Вот как говорится, вот возьми, обними дуб, да? И он придаст тебе силу. Вот так же и эти вода и природа, они настолько меня загружают. Вы даже не можете себе представить. Наверняка именно поэтому ты родилась осенью. Наверное. Вот так мама хотела. Вот так Бог хотел, чтобы я осенью родилась. Ну что ж, Нель, мы от всей души еще раз поздравляем тебе с днем рождения. И, естественно, не можем тебя отпустить просто так. Ну, мы, наши телезрители, естественно, не могут отпустить Нели Чубану просто так. Сегодня вы в нашей студии исполните песню «Тущие», она называется. Сережка, я думала, ты мне подарок преподнесешь. А в следующем году я постараюсь это сделать. На слабо меня возьмете? Ну, конечно. Хорошо. Столько зрителей, столько... Да, столько свидетелей. Свидетелей, да. Однозначно. Мы благодарим вас. Мы действительно, как вы любите осень в Молдове, мы любим осень в Молдове за то, что она подарила вас нам. Спасибо огромное. Мы сейчас переключимся быстро на нашего нумеролога. Да, ее зовут Айсулу Ахимову, и она расскажет всем тем, кто родился сегодня, именно 28 октября, или тем, кто может быть родиться сегодня, 28 октября, какой день нам ожидать сегодня с точки зрения нумерологии.